Сидел я в своем кабинете, вдруг приходит дежурный. Товарищ командир, НЛО летит. А зима была, в феврале холодно. Я шинель надел, выскакиваю на улицу. И над дорогой, на двойку, мимо штаба, летит НЛО это. Как тарелка, как Луна. Размером поменьше может быть. И двигается потихонечку в нашу сторону от старта. Она потихоньку двигалась. Я побежал к телефону, говорю, к Урушину, товарищ генерал, НЛО у нас на площадке летает. Хорошо. Я говорю, что делать? Наблюдайте пока. Значит, и я положил трубку, выбежал опять на старт, на дорогу. Значит, это НЛО летело, летело, летело. И где-то в зените надо мной, она поворачивает на 90 градусов, вот так вот, и с большой скоростью пошла вот в сторону. Вот это был первый случай встречи НЛО. И второй раз мы делали раз в год марш для шоферов. Сажали шоферов молодых на машины шофером. Рядом с ними сажали старого шофера, чтобы в случае чего... И набиралась команда большая машина, 400-500 разных. Значит, и мы делали марш. Километров на 150, на 200, я не помню. И с ночевкой. И вот мы в одном месте остановились на ночь. И со мной сколько было людей. Это в каждой машине было по два солдата, шоферы запасной, и еще офицеры были. Значит, и собралось народу, ну, наверное, человек 100 больше, 150, может быть, не знаю. И мы наблюдали картину. На горизонте двигается медленно, но двигается светящийся точный квадрат. Ну, такой. Прямоугольник, вернее. Двигается, и все, не я один, а все люди это видят. И вдруг она бледнеет, 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 и погас. Вот это второй. Видели. Значит, это было... Пускали... Помпиду, по-моему, приезжал. Он был на ИПИ, там наблюдатель пункта, они любили там располагаться и наблюдать за нашим стартом. Напрягаются могучие стальные мышцы, и ракета постепенно занимает вертикальное положение. На семь метров хвост ракеты опускается ниже нулевой отметки, где имеются специальные подвижные площадки для работы стартовой команды. Смыкаются четыре секторные фермы. Они, словно за талию, будут поддерживать на весу громаденную ракету до самого старта. Чтобы стартовики могли легко добраться к любому месту ракеты, ее обхватывают многоэтажные фермы обслуживания. Когда стали опускать ферму, площадка одна не закрылась. Если площадка не закрылась, то мачты не расходятся до конца. Они в таком положении замерли. И вот мы с Патрушевым подбежали к этому месту и начали... Рукой... Вот мой рост, и еще рука вытянутая. На таком... Эти мачты вот стоят вот так вот и не опускаются. И мы с этим самым Патрушевым начали толкать. Солдатик там был какой-то тоже с нами. Ну и как мы все-таки засунули эту площадку на место, она встала на место, мачты разошлись, и все прошло дальше. Вот здесь вот у меня оторвало палец. Площадка эта мне прихватила. У меня совсем он висел на... Я уже не мог больше... Поехал в госпиталь, сел на машину, поехал в госпиталь. Мне там пришили этот палец. Задержки Путска не произошло. А такая ситуация была. Госкомиссия заседала. И готовили мы. Союз должны были запускать. Да. Начинается заправка ракеты топливом. Из хранилищ мощные насосные установки по магистральным трубопроводам, как по артериям, с большой скоростью подают топливо в стартовые сооружения. Отсюда по отдельным рукавам, подсоединенным к борту ракеты, топливо попадает в ее баки. Одновременно идет заправка с сжатыми газами. Эти операции расписаны буквально по секунду. Работа идет по жесткому графику. У нас произошло что? Перекись водорода не закрылся клапан, не перекрылся. Он должен был перекрыть перекись. А он не перекрылся, и перекись стекла вся в котлован. Значит, что делать? Ну, во-первых, разобраться в чем дело надо было. А потом, что делать? И мы, комиссия сидит там, генерал Керимов такой был, председатель госкомиссии, сидит, думает, что делать. А тут был на площадке, у меня был начальник железнодороги, майор, это полковник. Говорит, сейчас сделаем. У меня здесь есть тепловоз. Сейчас цепляем перекисьный вагон на третий подъем и заправим снова. Значит, ну, так я разобрался, что пока люди полезли разбираться с клапаном, я организовал отправку этих вагонов и захожу в этот самый зал заседания, где генерал Керимов со всеми обсуждает, что делать и решают. Я застал еще такие фразы, что когда, на года перенесем пуск. Я говорю, что, товарищ генерал, пуск переносить не надо. Мы сейчас заправим, буквально через час заправим, и можно будет это делать. Но я уже знал, что клапан не закрылся, его надо было просто толкнуть, его закрыли. Заправку мы привезли снова в ШПЛ, я доложил. И все люди сработали хорошо. И не было же вопросов. Но нам нанервничались достаточно. Сорвать пуск в такой ситуации было. Не помню, что Аполлон, по-моему, да. Плюс на старт. Пуск. Рожигание. Был скандальный пуск один. Что-то у нас не поладилось на старте. Выяснили, что вышел из строя кабель. А кабель этот, производство не наше. А мы покупали его в Финляндии, а делали его где-то еще то ли во Франции, то ли в Америке. То есть его надо закупить было, привезти сюда, чтобы восстановить. И вот эта авария нам стоила больших нервов. Значит, ну было много всяких народу, которые решали вопрос, А кого винить? Ну, нашли виновных начальник команды. Начальник команды был, забыл. Ракитин, по-моему, первый. Значит, Блинов, командир части. И Патрушев, начальник управления. Значит, и нас с Патрушевым вызывают в Москву. Значит, ну мы приехали на аэродром, переживаем, конечно, чем кончится, а вызывают Контропова. Антропов был тогда, признаем КГБ. Вот, и с Патрушевым решаем вопрос, ну, вернемся мы сюда или посадят. Вот, и вдруг из самолета влетает представитель какой-то, говорит, отбой, вы возвращаетесь назад. Заболел Антропов. Так что не состоится этой встречи. Ну, елки зеленые, слава богу. Мы с Патрушевым в машину и уехали. По-моему, это было придумано. Кабель вышел из строя сам по себе, наверное. Ну, бывает же, что где-то что-то. Никто туда не лазил. Никаких следов диверсии там не нашли. А кабель вышел из строя. Ну, и для оправдания придумали кто-то из людей, что это вредительство, кто-то сделал нарочно. Ну, кто мог сделать нарочно из моих солдат и специалистов, которые среди сотни кабелей, идущих по терне, войти и проткнуть необходимый кабель, который нужно было повредить. То есть, выдумали эту ситуацию. Мне задержали звание полковника на два года. Отправили бумагу министру обороны. Министр с предложением наказать за плохое исполнение служебной обязанности. Значит, предупредить о неполном служебном соответствии. Ну, все забыли думать. Никто не... А кто меня? Чтобы снять это взыскание, нужно обратиться к министрам. А кто пойдет к министру с этим пустяком? Никто не идет. Ну, в конце концов, Патрушев написал какую-то бумагу. Пришли. Пришла бумага, чтобы отменить мне это взыскание. И только после этого мне присвоили звание полковника. Вот задержка произошла с повреждением. Ну, это с подачи КГБ. Ну, это с подачи КГБ. Субтитры создавал DimaTorzok